Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс. И сегодня просто какой-то кошмар, сегодня просто монстры в нашем видео. Конечно, поговорим про Эштона Качера, боже мой, как бы не было страшнее монстра, чем и Диди. Поговорим опять же больше, больше, больше информации про любовника шамана, полковника ФСБ Дорофеева. Боже мой, сколько же грязи сейчас полилось. Поговорим, конечно, почему и причины ухода Лима Пейна из One Direction. Что только его теперь не нашли, там какой-то кошмар. Девки, страшнейшие сплетни новости, конечно, вишенка на торте, крах Аберкромби и Фич, и гениальной американской компании, вечеринки которой, наверное, дают прикурить вечеринкам Педиди. Кошмарнейшие сплетни новости, схватили свои кружки, до краев наполненные кофе. Оговорка по Фрейду. Конечно, кружки в виде тыквочек, потому что Хэллоуэйн нам будешь-то сегодня обсудить. Милые мои, прежде чем перейдем к сплетням и новостям. Хочу напомнить, у меня сегодня вышел крутой вложик о моей жизни. По этой ссылочке можете пройти, вы смотрите, у меня есть мой влоговый канал, где я там все и рассказываю. И сегодня у меня полнейший тотал лук от очков до рубашки до восхитительного украшения от Сен-Лоран. Все у меня от Сен-Лоран. И это украшение, кстати, максимально крутое. Я уже говорил об этом в своем влоговом канале. Но у меня не так давно приходила вот такая коробочка от Сен-Лоран. Абсолютно крутейшая вещь. И там был вот этот вот зуб акулы. Это был мой подарок на день рождения. У меня день рождения в ноябре. Но подарок пришел заранее. Не могу сказать от кого, потому что это пришло от голубой галочки, от публичного человека. Очень захотелось поблагодарить тоже их сплетни. У меня тогда уже начинается коллекция украшений от Сен-Лоран. Вот моя, например, вишня, которую все оценили в нашем вчерашнем видео. Вы про это видео по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Это у меня уже в моей коллекции украшений от Сен-Лоран уже две подвески. Но это абсолютно рок-н-ролльная такая, не знаю, гавайская, калифорнийская украшения. Зуб акулы. Очень крутая вещь. Огромная благодарность тот, кто прислал. Я знаю, что вы смотрите. Поэтому спасибо большое. Папочка Сплетникова никогда не выиграл лучше в своем тотал луке от Сен-Лоран. Поговорим о кошмаре. Лиэм Пэйн и пацан из One Direction. Его ход мы обсуждали вот в этом видео по этой ссылочке. Можете пройти и посмотреть. Мы говорили о том, что возможно, есть такие слухи. И такие слухи действительно ходят. Что Педиди был один, ну, по крайней мере, люди из окружения Педиди. Или кто-то еще из их огромного круга. Мы говорим здесь про самых настоящих стервятников, которые жили над законом. Дождали руку к его уходу из этого мира. Потому что Лиэм Пэйн пытался и собирался рассказать всю ту самую правду о тех самых вечеринках. То есть собирался вывести из сильных и богатых мира сего на чистую воду. Но, во-первых, тело до сих пор не отдали отцу. Лиэм Пэйн и тело до сих пор находятся в морге. И полиция выяснила, что в организме музыканта была просто какая-то нереально огромная доза. Так называемого розового. По губам читайте. Как? Да, вот самые вещи. Это очень модный у американских тусовщиков в клубе на Ибице запрещенка. Сделанный сразу, как делается розовый этот самый. Он делается из нескольких видов веществ. Там и таблетки для веселья. И я не могу называть названия этих самых запрещенных веществ. Потому что ютуб очень любит прямые названия этих самых запрещенок. Но там был коктейль из четырех составляющих. Каждый по себе был нереально крепкой дозы. Так можно назвать, да? Его действия сравнивают с русской рулеткой. Этой самой розовой запрещенки. Есть, кстати, даже документальные расследования. Хочу сказать от Vice на английском языке, правда. Про этот новомодный допинг. Назовем это так, да? И, значит, никогда не знаешь, что в составе этого самого розового порошка. У Пейна в организме был еще как минимум. И это самое в белом цвете. И когда вы ломаете ветку, она издает такой, знаете, классический звук из серии кряк. Да? То есть, что там у него только не было. Это же просто какая-то мини-лаборатория всего было в его организме. Опять же, закончил он свое существование на этой грешной земле, потому что свалился с третьего этажа. Но, тем не менее. И вот какая определенная здесь связь с Пидиди или нет. Но, тем не менее, значит, эта самая розовая запрещенка, которая была найдена в организме Пейна, это любимая запрещенка Пидиди. Начальник его штаба рассказал, что Пидиди требовал, чтобы все сотрудники от дворецкого до шеф-повара и домработицы всегда ходили с черным мешочком Прада, наполненным этим самым запрещенкой. На тот случай, если шеф захочет дозу, чтобы она всегда была под рукой. Ну, такие, вы знаете, детальки, которые постоянно всплывают, всплывают. И чем больше они всплывают, тем кошмарнее немножко, такое, знаете, отрыжечка от всей этой истории голливудских небожителей. Напомню, незадолго до своей кончины Пейн расторг контракт с лейблом Universal Music после 8 лет сотрудничества. И вот как раз уход его девушки, Кейт Кэссиди, за день до его кончины, как и предлагают пользователи, не является причиной трагедии. Проблемы музыканта возникли как раз после его экспериментами с текстами и новой музыкой. Якобы в песнях Лием прямо говорит о проблемах с влиятельными в музыкальной индустрии людьми и личными переживаниями. В многочисленных интервью Лием Пейн регулярно намекал, что готовится раскрыть некие тайны. То есть сейчас, я не знаю, притягивают здесь они за уши это или нет, но абсолютно весь англоязычный блогинг это обсуждает. Теория ли это заговоров или нет. Но опять же, нестабильные люди под запрещенкой как раз говорят слишком много. Наверное, то, что им не стоит говорить, назовем это так. И на самом деле, имеет место вот эта вот площадь для размышлений на эту тему. Может быть, это просто перепил и вывалился, а может быть, кто-то и приложил руку к его уходу. И сейчас прям понеслось, милые мои, понеслось прям серьезно. Я смотрел в свое время великолепный документальный фильм. И я про него говорил, про этот самый документальный фильм. Мы говорим как раз про восхитительную компанию, которая называется Аберкромби и Фич. Аберкромби и Фич, это, конечно, какой-то уникальный экспириенс в покупке одежды. Я помню, когда у них был их флагманский магазин в Милане. Гигантский магазин, просто недалеко от площади Сан-Бабело, самый центр Милана. Гигантские двери, все в таких полутонах. Продавали за трапезные худи и джинсы. Ну, как же это все преподносилось. Ну, и, конечно, вишенка на торте. Аберкромби и Фич, это мускулистые обнаженные парни в одних трусах или джинсах, стоят у входа прямо этого самого магазина. Каждый мог с ними сфотографироваться. Были они как боги. Неимоверно красивые люди работали в Аберкромби и Фич. И это была фишка этого самого магазина. Смотрите, какие рекламы. Рекламы, там отдельный вид искусства. Это однозначно. И вот, наконец-таки, дорогие мои, после двух лет, после того самого документального расследования про бренд Аберкромби и Фич, экс-глава американского бренда этой самой одежды Аберкромби и Фич, Майкл Джеффрис, арестован во Флориде по обвинению в торговле людьми в целях интимной эксплуатации. Об этом сообщила прокуратура восточного округа города Нью-Йорк. Также по этому делу арестован и британский партнер Джеффриса Мэтью Смит. И предполагаемый рекрутер Джеймс Джейкобсон, так передает NBC News. Поводом для возбуждения уголовного дела стало расследование BBC, в котором 8 человек обвинили Джеффриса и Смита в том, что те принуждали их к интиму на вечеринках и публичных мероприятиях. Это происходило в резиденциях обвиняемых в Нью-Йорке, а также в дорогих отелях Лондона, Парижа и Маракеша. Исцы утверждают, что описанные события произошли с ними в период 2009 по 2015 годы. Согласно прокуратуре, обвиняемые на протяжении долгого времени организовывали и проводили интим вечеринки для участия, в которых нанимали очень-очень красивых, ну очень-очень молодых людей. После обнародования этих самых расследований, компания Abercrombie Fitch, которую Майк Джейфрис управлял с 1992 по 2014 год, приостановили ему выплаты. И там, конечно, началось какой-то кошмар. Модели очень красивые парни. Они действительно выбирали, ну просто, лучших из лучших. Идеальные тела, идеальные лица. И там, вплоть до того, вот я когда начал свое расследование, там откровения абсолютно кошмарные. Парней просто принуждали. Будучи лицом рекламной компании Abercrombie Fitch, перед тобой открываются многие двери. Надо называть вещи своими именами. Это действительно прорыв модной индустрии. И огромное количество моделей прошло. И получило свой старт, серьезный старт, в мире моды или кинематографа, благодаря Abercrombie Fitch. И смотря на то, что парни натуральной ориентации соглашались на немыслимое, и ими вертели направо и налево, и продавали, и передавали из рук в руки, и те ублажали этих страшнейших мужиков. Только посмотрите, как выглядит этот самый Майк Джеффрис. Ну просто, эх, обнять и плакать. Но тем не менее, чтобы получать деньги и, главное, работу в Abercrombie, им приходилось спать с этим дядечкой и его друзьями. Ребят, вы понимаете, куда ни плюнь, какое-то безумие хроническое. Везде направо и налево какое-то безумие. Роман Поланский. Обожаю Романа Поланский. Я стараюсь, по крайней мере, всегда разделять творчество человека от его личной жизни. Но Роман Поланский, которому запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки, потому что он совратил 13-летнюю. Сейчас он заключил досудебное соглашение с предполагаемой жертвой насилия, так сообщает Guardian. Иск противооскароносного режиссера в прошлом году был подан. И вот в нем утверждается, что в 73-м году, с тех времен это все тянется, Поланский пригласил несовершеннолетнюю девушку в ресторан Лос-Анджелеса. Там он напоил подростка текилой, а когда она опьянела, отвез ее к себе домой и взял силы. И хотя сам Поланский эти обвинения категорически отрицает, но в итоге заключил соглашение с предполагаемой жертвой. И теперь дело официально закрыто, так рассказал его адвокат. 91-летнего режиссера. Легенда. Роман Поланский — это легенда. Одна трагедия с Шерон Тейн и его женой, дорогие мои беременные на тот момент, которая встретилась с бандой Мэнсона и которая эту самую встречу не пережила. Это отдельный вид шока в американской поп-культуре. Это был просто какой-то ад на земле. Но в 77-м году он сбежал из США во время расследования дела о его связи с 13-летней. А в 17-19-х годах четыре женщины заявили, что Поланский домогался или взял их силой. В 70-х годах. И тогда он это все опять же отрицает. Да, и трое на тот момент были несовершеннолетними. Среди них была художница Мариана Бернард. Она и рассказала, что режиссер домогался ее. Когда ей было всего 10 лет. Вау. Ты смотришь. Знаете, это смех сквозь слезы. Это абсолютнейший абсурд. То, что происходит там у них, это какое-то безумие. Кого не возьми, обязательно будет какая-то настолько лютая чернуха, которой ты отказываешься просто верить. Это просто какое-то безумие. И вот все больше и больше людей выходит. Все больше и больше людей начинают говорить. И их откровения. Понимаете, здесь сложно. В 73-м году меня взяли силы, когда мне было 10 лет. Сложно доказать. Сложно поверить на слово. И опять же, здесь у нас получается как. Мы собираем собирательный образ про Романа Поланский только по одной причине, что четверо женщин сообщили, да? А может быть четверо было фантазерок. То есть очень сложно что-то было доказать, потому что они заявляют об этом. Насилие спустя декады, спустя 20-летие, 30-летие. То есть спустя долгий период времени. Как это доказать? Как они вообще доказывают это все? Я не знаю. Но в любом случае вот такая вот вам информация к размышлению. Кстати, напоминаю, у меня завтра выйдет шикарное гадание. У меня суперизвестного человека из Голливуда. Люди просят расширять демографию. Давайте интересных людей. Вот в свете этих самых скандалов. Спидиди завтра будет шикарное гадание. В прошлую субботу гадали на Леонардо Ди Каприо. Пойцырточки можете пройти посмотреть. В эту субботу будет просто тоже шикарно. Давайте я вам покажу что-то очень-очень крутое. Вы только посмотрите. Always with you. Вон Шульц. Это у нас, дорогие мои, малый бизнес. А малый бизнес это вы, милые мои, сплетники и сплетницы, которые прилетаете мне, присылаете что-то супер крутое. То, что вы продаете, производите. И мы это с огромным удовольствием абсолютно бесплатно рекламируем. Потому что это наша инициатива. Это наша инициатива. Папочка сплетников поддержать. Наша любимая сплетническая комьюнити. И это у нас, милые мои, крутейшая вещь. Перчатки Вон Шульц. Это решение проблемой потери перчаток. Наши нетеряемые перчатки и варежки, пишет из Вон Шульц. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и практичность. Наша революционная, запатентованная конструкция перчаток надежно крепит их к вашему телу. Эластичный мост позволяет перчаткам висеть свободно с вашего запястья, не мешая движениям. Дополнительная манжета удерживает перчатку в подвешенном состоянии. А система безопасности обеспечивает надежное соединение тех частей. Легко одевать, легко снимать. Стильные трендовые перчатки, последним запросам моды. Гипоаллергенные. Боже мой, вы только посмотрите, да? Ты снимаешь и все, перчатка висит. Вы знаете, я в свое время, в детстве, в моем советском глубоком детстве, мне мама и бабушка вроде резинку такую продевали через рукава, чтобы не терять перчатки. Это просто какая-то феноменальная вещь. Вы только девки посмотрите. Господи, боже мой. Я когда читал, думаю, что же это революционно. Революционно не меньше. Наши перчатки. Прекрасный полезный подарок. Новогодние праздники. Рождество. Дорогие мои девочки и мальчики из Ирины Шульц. А, вон как, это ее фамилия, вон Шульц. Детка моя, Ирочка, огонь. Папа с плетником будет самый модный. Ни разу не потеряю свои перчатки. Это реально крутая вещь. Все ссылочки на вон Шульц перчатки. А сейчас посмотрим, что тут у нас детскенькое такое. Детки, это огонь. Вы посмотрите, какой кайф. Детские перчаточки, варежечки. Какой же кайф. И какой цвет красивый. Милая моя девочка, я прям всеми ручками за тебя, потому что... О, боже мой, как же это мило. Я оставлю все ссылочки на Амазон, на их веб-сайты, на все веб-сайты. Все оставлю. Переходите, закупайтесь крутыми перчами, которые вы никогда не потеряете. Кто хочет, чтобы мы прорекламировали ваш бизнес абсолютно бесплатно, пишите моему ассенту Илония. Ссылочка на ее телеграм в описании, на ее контакт в телеграме. И мы абсолютно бесплатно поддержим нашу сплетническую комьюнити сплетников, милые мои. Давайте поговорим про шамана. Я терпеть не могу шамана. Я просто не могу терпеть этого человека. Но вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Мы говорили, круто, да? Сен-Лоран и перчатки Баншульц. О, ты мой. Как бы себя и зажал в углу. Мы говорили вот в этом видео, милые мои, про шамана и про его любовника. Мы говорим, конечно, про господина Алексея Дорофеева. И вот понеслась дополнительная информация после нашего того объявления. Мы узнали пикантную подробность, пишут мне пташки, об отношении начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева. Вот сам Дорофеев. И его любовника, певца, шамана. Подложила под Дорофеева шамана его супруга Елена Мартынова, его пиарщица сейчас, да? Человек Алишера Усманова. Да, это действительно так она работает с Алишером Усмановым. А крыша Усманова это первый зам директора ФСБ Сергей Королев. Собственно, кто эту схему и придумал, судя по всему, для компроментации генерала Дорофеева. И зная его слабость к однополым утехам, несмотря на то, что они пилят бабки, конкуренция за пост директора ФСБ никто не отменял. В которой, кстати, Дорофеев принимает непосредственное участие, хоть фаворитом их группы является Королев. И вот у нас интересная пошла информация. В конце января 2004 года осторожно новости Ксении Собчак публиковали новость на предмет того, что певец-шаман пропагандирует ЛГБТ. И это чистая правда. На тот момент мы тоже комментировали это. Вот по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Но потом что-то резко поменялось. И аж целая представитель МВД РФ Ирина Волк лично вышла и объявила, что к шаману МВД никаких вопросов нет. Особенно в контексте пропаганды ЛГБТ. И действительно, какие могут быть вопросы к любовнику главы у ФСБ? Не, ну логично же, правда, да? По Москве и Московской области Алексея Дорофеева. Дорофеев, это известно, что он гей. Широкой публике это известно. То есть это нет такого, что а вот он гей или он гей. Про это действительно все знают. Не знали про его связь с шаманом. У Дорофеева нет детей. При этом всегда можно встретить, которое буквально облепляет его. Как говорит наш источник, высокопоставленный, владеющий информацией. Предстрастие Дорофеева к однополому теху возникло не на пустом месте, а после удачного опыта в молодости. Не верю в никакой опыт в молодости. Я верю, что ты рождаешься геем и все такое. Мне больше бесят эти самые ребята. Управленцы в этой самой путинской России, которые живут в стране, где есть законы против ЛГБТ, сами являясь активными членами этой самой ЛГБТ. Владимир Путин присвоил любовнику начальника ФСБ по Москве и Московской области Андрею Дорофееву, певцу-шаману, звание заслуженного артиста России. Как нам рассказала подруга супруги Льва Мазараки, что Анастасия Мазараки рассказала по секрету, что Владимир Путин имеет интимную связь с Мизулиной, как известно, близкой подругой Шамана. И благодаря любви между сложным артистом и крышей ее мужа Дорофеевым, позиции Дорофеева укрепляются, что хорошо и для Левы. Вот такая Санта-Барбара. Интересный момент у меня про Ксению Собчак. Я верю, что ресурсы Собчак используются или для того, чтобы поставить отдельного человека на место, или дать ему знак, или рупор для пробования почвы. Вот ты пробуешь почву через паблик Собчак. Он гигантский. Она на какой-то момент имела действительно репутацию. Собчак до сих пор имеет правильную репутацию кремлевской подстилки. И любую информацию и ресурсов нужно читать, вдумываясь. Это не просто, Антоша, я сказал, шамана проверяют на ЛГБТ. Но если это говорит Собчак, то здесь нужно уметь читать между строк, потому что игра идет более глубокая. Потом это все подтирается и забираются свои слова обратно. Я не знаю, за деньги или нет. Шаман. Сейчас он только что разошелся со своей женой, пиарщицей. И это было странно. С первого момента это было максимально странно. Как часто бы я не упоминал кого-то в контексте о возможном представителе ЛГБТ. Мне говорят, Антон, заткнись, ты замучил всех. Не верим, у тебя все парни геи. Девки, я читаю то, что мне присылают пташки. Пташки это вы, дорогие мои дамы и господи, которые передают директ в моем инстаграм и телеграм. Вы всегда остались анонимными, а мы с огромной удовольствием здесь все это обсуждаем. Вопрос в другом. Когда я сказал, что скорее всего шаман гей, огромное количество из вас написали в комментариях. А я в это верю. И вот сейчас у нас появилась новая история. Неуклюжая пиар история. Ну потому что с бывшей женой крутой пиарщицы они разошлись. Я не знаю, работают они сейчас вместе или нет. Но стало известно, что посев это вброс, но который преподносится как чистая правда. Шаман закрутил роман с актрисой. Стархиту продажной конторки. Желтушной продажной конторки. Стало известно, пишет Стархит, что сердце с недавних пор разведенного певца занято Соей Сайгидовой, с которой тот играет в спектакле. Князь Владимир еще на новой волне. Артисты вели себя далеко не как друзья. А как кто они себя вели? И как друзья, как вы это определяете? Как себя люди ведут? Вертел что ли я на баклажане? Не как друзья они себя вели. Подозрительные прикосновения. И тот самый поцелуй в плечо. Вау, Стархит. Ну вы молодцы, вы красавчики. Не так потрепал за плечо? Наверное у них роман. Что ж вы так... Кто у вас пишет эти тексты? Кто у вас пишет? Нет, я понимаю это врос. Я понимаю это проплаченная информация. Кто у вас пишет такие тексты? Какое поцелуй в плечо? Клоуны. Сейчас изо всех сил ищут ему новую жену. Потому что видимо у полковника ФСБ по Москве и Московской области загорелась пятая точка. Потому что вывели эту связь восхитительную великого русского шамана и мента. Я больше не могу воспринимать никакую новость из России без лютого клинжа. Потому что это все сплошное лицемерие. От и до. Вы понимаете? Все. Все вранье. Они запрещают ЛГБТ. ЛГБТ это экстремистская организация. Женщины обязаны то. Мужчины обязаны это. Всем все-все указано. У самих же бороды, любовники, протекции, ангажировка и прочее, прочее. Сколько же невыносимых гнили. Нет, я понимаю, почему Россия продолжает так жить. Та Россия, верхушка. Я понимаю, почему они так продолжают жить. Потому что, милые мои, они привыкли. Старые привычки очень сложно искореняются. Очень. Они привыкли так жить. Им так комфортно. И они не понимают, что реалии поменялись. Они этого не понимают. Поэтому тем забавнее эту всю историю протаскивать публично. Потому что это все лицемерие, милые мои. Это все лицемерие. Сейчас, слушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Эштон Катчер. Кучер. Неважно, как его называют. Эштон Катчер. Мы говорили про него вот в этом видео. По этой ссылке можете пройти. Опять же, в контексте Пидиди. Он такой красивый. На какой-то момент... Нет, я сейчас вру. Я никогда не был в него влюблен. У меня никогда не было вот этого звездного краша. По поводу Эштон Катчера. Я не очень люблю очень красивых парней. Очень смазливых парней. На них приятно смотреть. Хорошие волосы, красивая улыбка. Брови Соболины. На них очень классно смотреть. Но никогда не чувствуют интимного притяжения. Поэтому я знаю, он очень красивый парень. Который давным-давно нигде особо не светится. В контексте каких-то проектов. Но чернуха какая-то абсолютно ужасная идет, да? Значит, припомнили грехи Эштон Катчера. Близкому другу Диде. Уже в течение последних 20 лет. Вечеринки рэпера он вспоминал в интервью с очень хитрой улыбочкой. Это всегда, да? Говоря, что публичных обсуждать нельзя. Теперь понятно, почему. Многие сейчас понимают, почему все эти публи... Легендарный статус вечеринок Петиди. Он легендарный. И они говорили всегда на ток-шоу, на каких-то интервью, на каких-то подкастах. Имели легендарный статус. И теперь мы понимаем, почему детали про те самые вечеринки не обсуждали никто. А просто Кэштону и Миле Кунис. Начались, когда они вступили за актера сериала шоу 70-х Дэнни Мастерсона. Которого тогда обвинили в насилии, интимном насилии. И его в итоге признали виновным. Посадили на 30 лет. Они тогда очень сильно обвалялись, встав на защиту его. Значит, методы Мастерсона были дословно. По сценарию Петиди. Он подмешивал запрещенку в напитки жертв, а после пользовался ими как хотел. Дэнни считал себя неприкасаемым, поскольку был уверен, что его отмажут влиятельные друзья из саентологической церкви. Не помогло. Церковь саентологии это вообще отдельный вид городских легенд и теорий заговора. Там вообще трэш. Ребята, там страшно. Удивительно, что уже два близких качера человеку попали за решетку за интимные преступления. Значит, любители теории заговора считают, что он не просто так поддержал тогда коллегу якобы у Мастерсона. На него был компромат. Логично? Логично. Я вам скажу больше. Если я думаю, вот лично моя такая теория, что Петиди, если зажмут хорошо в угол, он сдаст всех. Сдаст. Значит, в феврале 2001 года в жизни Эшлина произошло страшное событие. Его девушку, значит, жестоко отправили на тот свет. Читайте по губам. Убили ее. В тот вечер 23-летняя актриса Эшли Эллерин должна была ехать с качером на автопати Грэмми. После церемонии актер заехал за ней домой, но девушка не открыла дверь. Он в окно увидел красные пятна на ковре, но подумал, что пролито красное вино. Но и уехал на вечеринку один. На утро выяснилось, что это было красного на том ковре. И тело Эшли нашли с множественными просто проникающими этими самыми. Позже одна из жертв Дэнни Мастерсона обратилась к качеру. Цитата. Дорогой Эштон, я знаю секреты, которые хранит твой образец для подражания. Те, что покончат с тобой. Ты не забыл, что я была рядом. Ты был на громкой связи в ту ночь, когда звонил Дэнни 21 февраля 2001 года. Я все слышала. Я слышала ваш план. Ты так же болен, как и твой наставник. Референс ко всему этому, это вроде бы якобы, что Эштон мог попросить Дэнни поднять связи и стереть следы его причастности к уходу на тот свет его подружки. Говорю мне, мурашки бегут, да? Возможно, это все слухи преступника, который отправил на тот свет подругу Эштона, поймали в 2008 году. Им признали Майкла Гарджулу, который получил прозвище «Голливудский вскрыватель людей». Его обвинили в трех преступлениях подобного толка и в одном покушении. На месте преступления были обнаружены его ДНК. Гарджула окрестил себя серийным вот этим вот монстром и его продолжают винить во всем. Однако родители девушки продолжают во всем винить Катчера. Ведь он в сутроковой вечер не позвонил в полицию и позволил этому самому преступнику уйти. Другая бывшая Эштона, актриса Британи Мерфи, они встречались, тоже ушла на тот свет при загадочных обстоятельствах из-за пневмонии. Из-за пневмонии ушел ее муж. Из-за пневмонии ушла на тот свет жена Педиди, да? Случайность или нет, с медэкспертами, дорогие мои, у них был один и тот же человек. Я без шуток сейчас. Это все сейчас мы говорим по фактам. То есть здесь даже нет предположений, давайте предположим. Это все факты. Могла ли Британи слишком много знать? Или Британи кому-то перешла дорогу? Муж Британи, Мерфи, ушел на тот свет спустя 5 месяцев. А еще в 2009 году Эштон Качер, дорогие мои, основал организацию, что бы вы думали, да, по защите детей. Могли он таким образом облегчить себе и своим друзьям доступ к несовершеннолетним. Это очень логичная история. Ни один посыл ко всем вам, мамам, папам. Берегите своих детей. Исторически вот наша жизнь показывает, что такие люди устраиваются в детские дома, в секции спортивные, в детские лагеря. Я не говорю, что нужно быть параноиком. Я не знаю, может быть, и нужно быть параноиком. Я не знаю. Люди настолько коррумпированы. Самое страшное, что может быть, милые мои, это связь с 10-летними, с 13-летними. О чем? Что должно быть в голове у человека, если у него начинают бабочки в животе, привидения, не знаю, 10-летней девочки? А преступники, понимаете, страшны чем? Вот такого толка, как Эштон, как Педиди. Они звезды. Обожание уже априори. Поэтому, да, голливудская звезда. Деньги, связи. Описываешь это все, вот говоришь об этом, и вот просто шок. Хронический шок. Я думаю, этот год, до конца года, будет очень много каких-то такого толку ужасных открытий. Но 5 мая, марта, начнется суд. Вот тогда начнется самый трэш, я думаю. Наверное, Голливуд сейчас, знаете, я так думаю, немножко, может быть, так, аж в ожидании, да? Посмотрим, чем это все закончится. Такая информация. Если вы слушаете ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Обязательно подписывайтесь. Каждый божий день на этом канале папочка сплетников радует вас свежими сплетнями, новостями. Обсуждаем абсолютно все. Самое горячее, самое жаркое с мирового шоу-бизнеса, с постсоветского. Обсуждаем все. Каждый день. Обязательно подпишитесь. Я не знаю, если вы не подписаны, вступайте в ряды нашего самого крутого комьюнити сплетника. На планете, ребят, круче нас никого нет. Конечно, мы говорим про русскоязычный блогинг. Мы просто промоунт в мире сплетников. И мы вывели сплетни из такого, знаете, не совсем удобного формата. Формат крутой. Мы сделали сплетни крутыми. Правда. Мы очень крутые люди. Каждый из вас, каждый, кто стоит в нашем комьюнити сплетников и считается настоящим сплетником, вы огромные умнички. Мы самые крутые. Нас смотрят абсолютно все, особенно те, кого мы здесь обсуждаем. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Очень благодаря всем за донаты. Все можете кинуть донат на... Супер спасибо. Это маленькая середечка под видео. Можете всегда кинуть донат через бусики. Кидая донаты через бусики, в замену всегда получайте видео поздравления специально для вас записок. С днем рождения, с годовщины. Прост привет, Антона Эс. Наша форма благодарности за ваши чадрые донаты. А вообще, прошу, милые мои, кидайте донаты приютом для бездомных животных. Наша святая миссия. А если хотите поддержать папочку сплетников, парни пропущенных реклам от Ютуба, минут ваш времени очень поможет мне произвести видео на этом канале каждый божий день. Многие спрашивают, как прислать подарок на день рождения. У меня 19 ноября, день рождения. Пишите моему ассистенту Илоне. Она обязательно все объяснит, как это сделать. Я очень благодарен заранее, что много людей пишут. Очень благодарен за крутые подарки. Очень честно, от всей души. Поэтому пишите Илоне. Она все объяснит, и я очень всем благодарен заранее. Очень приятно, что обо мне помнят и думают. Блин, мужья игнорировали мои дни рождения. У нас в семье не очень всегда баловали родителей подарками. Вот так вот. Как-то нет, было вот этого культуры дарить подарки, отмечать дни рождения. А так приятно, что люди абсолютно вот незнакомые мне, но которые чувствуют какую-то вот теплоту по отношению к папочке сплетников. И помнят даже по день рождения. Девки, я очень благодарен. Честно, парни, очень благодарен. Для меня это очень эмоциональный момент, потому что когда начинаешь вести YouTube-канал, как-то не думаешь об этом. А как-то, видите, входишь в жизни огромного количества людей. И многие тебя любят, поддерживают. Может, не совсем согласны, что правильно в комьюнити сплетников так и должно быть. Очень приятно, что я для вас не пустое место. Очень всем благодарен. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Ссылка на перчатки будет в описании. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!